вот эти вот ребята пытаются у нас нагреть на 300 евро за то что сейчас расскажу это полный ахтунг и лучше никогда не брать вот в этом прекрасном мотор энд валенсия ничего мы брали моцик в прокат вот этот и поцарапали вот здесь они взяли у нас депозит 500 евро и не выходили на связь хотя сказали что будет будет два дня и они вернутся посчитают сколько стоит вот эту пипку отремонтировать в итоге они сказали что повреждение стоит больше чем 500 евро и мы вам вообще ничего не вернем мы сейчас приехали с ником начали с ними обсуждать показывать фотки дом они говорят ну окей мы пересчитаем они еще хотели за коцки мотоцикл с другой стороны взять вот ну то степан по кругу пока цены от вас и поэтому это стоит а здесь получается поцарапалась подножка вот это вот маленькая косточка от того что подножку ставили и собственно от езды сейчас от езды вот здесь поцарапалась тоже железочка плюсом у них были фотки до и они говорят что вот эта коцка тоже наша это эти гаврики хотят взять хотели взять 500 евро в итоге мы доказали им что вот на фотографиях фотки до того как мы взяли моцик с правой стороны коцки этого были уже поэтому мы не готовы за это платить гаврики и мы пересчитаем и вот эти три коцки сейчас еще раз раз два царапка и 3 царапка эти гаврики еще говорят что нельзя снимать в общем за эти три царапки они хотят взять двести восемьдесят восемь евро мы позвонили в полицию сейчас надеемся что они быстренько приедут это как-то разрулится потому что за то что мотоциклом пользуются брать денег с аренда нанимателей но это полный пиздец и конечно это просто за шквар эти царапки стоят не больше пяти евро нас хотят взять двести восемьдесят восемь и еще сейчас мне женщина сказала что нельзя снимать вот здесь вот хотя нигде нету ни одного упоминания что здесь нельзя снимать поэтому пошли в жопу в общем итог всего этого мы вызвали полицию полиция приехала пообщалась с нами пообщалась с ними и в итоге полиция не имеет права решать вопросы сколько это стоит повреждения поэтому они говорят типа вам нужно сейчас заплатить вернее вы можете забрать разницу между вашим депозитом в 500 евро и ценой двести восемьдесят восемь евро который в которую они оценили вот эти три несчастные повреждения и потом вы можете обратиться в мэрию мэрия это тот орган который решает такие вопросы написать там претензию и уже мэрия будет рассматривать ваши грубо говорят дело вот поэтому я забрала бумажку в которой написано список повреждений и попросила их поставить печать и подпись сначала не хотели отдать вообще без всяких без всяких синих печати и синих подписей очень забрала у них эту бумажку с которой мы пойдем в мэрию и будем писать претензию и прикладывать фотографии мотоцикла до и писать что какого черта вот потому что они написали что все детали под замену хотя вообще непонятно мне кажется они просто резиночку эту несчастную за 5 евро максимум это просто самый дорогой вариант этой резиночки и а все остальное просто подкрасят маркером и будут давать следующим туристам и тоже если вы пользуетесь подножкой то пожалуйста вот заплатите за это дополнительно сколько там 60 по моему евро что мы негодуем но опыт опыт тоже есть вызывание полиции кстати полицейские они контракта на меня был оформлен полицейские взяли мои документы паспорт списали все там данные номер там фамилию и имя проверили визу что у меня тут легально нахожусь что у меня все в порядке и куда-то себе там наверное сложили и в общем а какой всего этого итог мы приехали после всей этой ситуации домой я накатала очень большой отзыв на гугле просто на русском с описанием всей ситуации что приехала полиция что вот пожалуйста фотографии повреждений и что это такое это не может столько стоить расценок на сайте нет ну и так далее и тому подобное и на следующее утро мне приходит звонок от этого моторента и я значит естественно его сбрасывают думаю да пошли в жопу за чем я буду вообще с вами разговаривать но у нас ником сразу же возникла мысль что наверное может они бабки хотят вернуть и действительно через полтора часа они мне пишут сообщение что наш хед офис значит решил пойти вам навстречу в этой ситуации и вернуть полностью весь депозит но если вы поправите свой отзыв на гугле то есть ребят отзывы на google работает маркетинг что называется в действии это все работает и мы приехали туда нас летну как бы вечером после работы и нам без вопросов вернули все деньги до копейки потому что цена которую они изначально озвучили 288 по моему 32 цента то есть вот они мне вернули разницу до копейки и посмотрели что я действительно удалила с телефона отзыв на гугле но я была бы не я если бы все это так вот хавала и не поделилась бы информацией здесь на youtube потому что они люди должны знать что вот такие ситуации происходят и туристов могут обманывать на ровном месте то есть какая моя гипотеза что эти ребята рассчитаны именно на то чтобы не будут приходить туристов потому что сервис большой красивый мотоциклы все новенькие до китайские но новенькие и местные там вряд ли берут мотоцикл в прокат потому что местные могут найти там у знакомых взять у друзей там взять покататься так далее и тому подобное а тут приходят туристы потому что они еще плюсом находятся рядом с пляжем и берут мотоциклы думаю что ой здесь все новенькое здесь все красивое и здесь все хорошо нас не обманут а потом возвращаем это цикл им говорят вот здесь вот царапина потому что вы использовали подножку и педаль газа и мы с вас взявим кучу денег поскольку у туриста нету времени на то чтобы куда-то ходить чего-то там выяснять мне вообще у него есть отпуск там одна две недели а у кого-то другое время еще меньше и он просто забьет потому что не сможет с этим разбираться и ситуация как бы зависнет и деньги останутся собственно в этом моторэнте вот а тут не на тех попали потому что я мало того что начала записывать видео на youtube мы вызвали полицию плюс еще приехала сивили гвардия а это орган который выше по полномочиям чем полиция а вот плюс я забрала бумажки и заставила их подписаться и в отзыве на гугле я написала что мы пойдем в это что-то типа мэрии или что-то типа того но в общем в орган который нам посоветовала сивили гвардия чтобы решить такой вопрос и отзыв я написала на гугле и видимо они поняли что ребята это не простые время у них есть и они просто так не сдадутся и вот а по факту эти гаврики то неправы вот и видимо они так это переочковали что получат по голове от собственно своих управляющих органов что решили ну их нафиг этих русских лучше мы вернем им бабки и вот вернули мне все до копейки поэтому делюсь с вами вот такой информацией будьте очень внимательны потому что мы читали естественно отзывы на гугле там были 90 процентов если не больше положительных отзывов с пятерочек с пятерочкой естественно я почитала негативные отзывы но там были отзывы негативные в плане того что как-то плохо обслужили как-то не так на них посмотрели не ответили на какой-то вопрос или не взяли мотоцикл в ремонт в общем ничего такого из чего бы я могла подумать что как-то здесь обманывают туристов но видимо они таким образом решают всех со всеми туристами если вдруг все пишут сообщение что типа все плохо и мы пойдем жаловаться тут в управляющие органы видимо не совсем решают вопрос с просьбой удалить отзыв но и я надеюсь что если кто-то приедет в валенсию в альбараю не будет там брать мотоцикл в прокат а пойдет и возьмет в какой-нибудь другой конторе и будет все у него хорошо все будет так адекватно потому что ник брал здесь в прокат мотоцикл поскольку у него права категории а а у меня права категории б и по моим правам можно только до 125 кубов кататься на мотоцикле у него было больше опций где взять в аренду и он взял другой конторе поближе тут к нашему дому и он уронил мотоцикл и сломал на нем ручку тормоза вот и ну пришел естественно сказал что вот сломал сколько денег они горят 50 евро ну да да ручка под замену 50 евро адекватная цена пожалуйста вот и все было нормально никаких конфликтов ни с какой стороны никаких обидок ничего не произошло ну тут ситуация другая поэтому вышло как вышло